МОЖАЙСКОМ ШОССЕ Собрание собственников недвижимости и пришли мы к выводу поменять управляющую компанию. В настоящее время Одинцовская теплосеть обслуживает наш дом. В настоящий момент возникающие поломки и другие недостатки управляющая компания устраняет своевременно и качественно. Николай Степанович уверен, что все насущные проблемы можно успешно решать, если УК работает добросовестно и с ней налажено эффективное взаимодействие. Лично я неоднократно обращался по мелким недочетам в жизнедеятельности нашего дома. Протечка у кого-то, консерву заявление, заявка и тут же принимается. Николай Степанович активно участвует во всех собраниях жильцов, на которых решаются возникшие у собственников опросы. Именно теме организации общих собраний уделили особое внимание на уроках про ЖКХ. Так называется учебный курс, проводимый для жителей нашего округа Ассоциации Председателей Советов Многоквартирных Домов Московской области совместно с администрацией Одинцовского городского округа. Курс у нас рассчитан на три часа, как правило, но очень редко люди высиживают такое количество времени. Было сегодня очень приятно, что весь курс был высушен присутствующими именно до конца. Остались люди с вопросами, мы их обсудили, какие-то рекомендации люди тоже получили в плане взаимодействия с управляющими организациями, либо в плане решения их проблем. Уроки ЖКХ ориентированы на собственников жилья, председателей и членов Советов Домов, желающих повысить свою правовую грамотность и научиться налаживать контакт между жильцами и управляющими компаниями. Ругаться с управляющими компаниями абсолютно точно говорю. Нет смысла, это бессмысленно. Нужно всегда находить участие в председовании и находить, как решать проблемы. По словам Ольги Викторовны, собственники неплохо знают права, но часто забывают, либо вовсе не знают о своих обязанностях. К примеру, о необходимости принимать участие в общих собраниях собственников для решения важных жилищных вопросов, касающихся платы за содержание общедомового имущества, порядка уплаты взносов на капитальный ремонт, утверждения плана работы управляющей компании и так далее. Вы знаете, ну невозможно ни собраний провести, ни зубовики собрать. Вот сама тяну все клубы во дворе. Многие считают, что все вопросы должна решать УК, но это не совсем так. В силу недавних изменений в жилищном законодательстве, вопросы капитального ремонта, либо вывоза твердых коммунальных отходов не входят в обязанности управляющей компании. Это компетенция фонда капитального ремонта и соответствующих обслуживающих организаций, региональных операторов. Провели с жителями очень плодотворно два часа совместной работы. Жители получили ответы на свои вопросы и получили качественную консультацию в части законодательства, жилищного законодательства Российской Федерации. Слушателям семинара рассказали также о новых правилах раздельного сбора твердых коммунальных отходов и о порядке расчета тарифов за вывоз мусора. По итогам обучения провели проверочный тест на понимание пройденного материала. Влада Шишова, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.